Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем тему дорог и тему нашего поведения на дорогах и тему ответственности, нашей ответственности перед нашим обществом. И Аллах Субханаху Аталя в Коране говорит «А рабами милостивого являются те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежда обращаются к ним, они говорят «Мир». И Аллах Субханаху Аталя в Коране описывает именно верующего человека и говорит «А рабами милостивого, то есть искренними рабами, искренними верующими являются те, которые ступают по земле смиренно, негорделиво, а когда невежда обращаются к ним, они говорят «Мир». Ислам предписал своим последователям идти по дороге спокойно, не спеша, не суетясь, избегая неестественности, кичливости, кичливости в походке или кичливости в езде, понижать голос, говорить мягко, говорить о благом, отвечать на приветствия идущих, если вы идете пешком. И Аллах Субханаху Аталя говорит «Рабами милостивого, те, которые ступают по земле смиренно, а когда невежда обращаются к ним, они говорят «Салям». Посмотрите, братья и сестры, как мы ездим на дороге. Некоторые из нас едут, думая, что именно им должны все уступать, и что они главные на этой дороге. Особенно это распространено среди молодежи, когда подрезают, суетятся, создают аварийные ситуации, пытаются урвать какие-то секунды, когда едут по городу, обгоняя в запрещенных местах, втискиваясь еле-еле между машинами, в суете, в какой-то беготне, и это не является их вынужденностью в какой-то ситуации, когда человек куда-то спешит в больницу или что-то случилось такое. Это их манера езды уже. Они настолько себя приучили к этому, что это их постоянная манера езды. Так не должно быть, человек не должен приучать себя к такому. Наоборот, он должен приучать себя к благому, к естественному, к спокойствию. Некоторые, наоборот, думают, что их все унижают и не пропускают. И если их кто-то обгоняет, они думают, что вот они такие слабые, что их всех обгоняют, начинают ругать, проклинать и так далее. Субханаллах. То, что происходит у нас на дорогах, особенно в городах, это не должно быть так. Так не должны поступать верующие люди. Идущий или едущий по дороге обязан уступать, помогать, побуждать к одобряемому, удерживать от порицаемого. Он не презирает слабого, будь то едешь ты пешком или за рулем. Не проявляет неуважения ни к старшему, ни к младшему. И ни над кем не насмехается, ни над кем не издевается, ни над кем не совершает зулюм, несправедливость и не проявляет неуважения. Если же видит невежду, невоспитанного человека, то проявляет терпение. Следующая проблема, которую я хочу затронуть, это проблема, когда дороги пролегают между домами и обычных в селах. Когда улицы, или узкие, или широкие улицы, когда проходят между домами, и ислам велит, в этом случае ислам велит человека, который проходит или проезжает между этими домами, опускать свой взор, чтобы не рассматривать и не увидеть ничего лишнего, не пытаться увидеть что-то такое, то, что тебе не дозволено. Разглядывать чужой двор, пытаясь увидеть что-то такое, это запрещено, это запретно в исламе. И опускать взор обязанностей каждого верующего в таких случаях. Оберегать себя, оберегать свой взор от дурных мыслей, намерений, поводов для сплетения и так далее. И взгляд предвестник или добра, или хорошего, или плохого. Когда ты видишь доброе, хорошее, и у тебя при этом правильные намерения, правильные мысли, то ты, ахамдуллилля, получаешь позитив и мыслишь правильно, и это тебе помогает в твоей жизни получать какой-то правильный, хороший опыт. Если же у тебя твое внутреннее состроение побуждает тебя к грехам, то во всем, что ты увидишь, ты усматриваешь какой-то грех. Ты усматриваешь обман, ты усматриваешь какое-то неправильное, что-то плохое и так далее. В этом случае, конечно же, виноват ты сам, потому что именно так ты ведешь себя, именно так воспитана твоя душа. Именно в этом и находится твоя душа. И взгляд, предвестник или плохого, или хорошего, то есть лишний раз разглядывание может привести к тому, что ты плохо будешь думать о людях или же какие-то неправильные, нехорошие намерения и так далее. Одно из правил поведения на дорогах это обращение к людям с приветствием. Обмен приветствиями указание на взаимное уважение и любовь, к которому поблагодарит Всевышний верующих. И это символ братства, дружбы и так далее. К тому же приветствующим друг друга Всевышний, Аллаху Анатолуя, обещал щедрую награду. И посланник Аллаха, саллиллаху алисалам, сказал, «Вы не войдете в рай до тех пор, пока не уверуете, а вы не уверуете до тех пор, пока не полюбите друг друга. Так не указать ли мне вам на действия, совершая которые, вы полюбите друг друга?» И сподвижники сказали, да, о посланник Аллаха, и он сказал, приветствуйте друг друга отчастно. И будь это знакомый или незнакомый, мужчины приветствуют мужчин, женщины, женщины, альхамду лиллах, и приветствуйте друг друга почаще. И поистине приветствие, салям, ассаляму алейкум, выражение ассаляму алейкум, разряжает любую ситуацию. Когда люди незнакомые встречаются и спокойно говорят, ассаляму алейкум, начинают здороваться, давать друг другу приветствие, обстановка разряжается, люди начинают друг друга познавать, узнавать, альхамду лиллах, огромное благо. Ибн Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, ходил на рынок специально, приветствовав людей, стремясь к награде Аллаха. Он специально ходил на рынок не за покупками, а просто прийти, поприветствовать людей, поговорить о правильном, о хорошем, удерживать от порицаемого, призвать к одобряемому. Именно для этого он специально ходил на рынок. Ходил в общество, ходил в общественные места специально для этого. Сегодня же, к величайшему сожалению, рынки, дороги, собрания постепенно лишаются этого благородного обычая. И люди проходят мимо друг друга, не здороваются. Даже знакомые, не то что незнакомые, даже знакомые люди стараются отвернуться и не здороваются друг с другом. И нет этого исламского, мусульманского приветствия. Ас-саляму алейкум. Потеряли мы это. Некоторые люди имеют привычку сидеть на дорогах и собираться в переулках. Ислам же запрещает это, если нет в этом какой-то вынужденности. Потому что так ведут себя, в основном ленивые люди, бездельники. Конечно же, если это не люди, которые в возрасте уже не могут работать. Хотя, хотя, именно люди в возрасте в основном и работают. Работают в огороде, работают во дворе, работают еще где-то стараются. Сейчас, наоборот, на улицах в основном видим молодежь, которые сидят, собираются где-то кучкой машины, стоят, сидят и разговоры, в основном сплетни и так далее. У истинно верующего человека нет такого времени, чтобы посвящать себя такому безделью, пустословию. Если у него есть какое-то время свободное, он должен это время посвятить поклонению, поклонению своему Господу. Или же работе какой-то, которая принесет пользу. Или чему-то, познанию, познанию религии, познанию, получению каких-то знаний, то, что может принести пользу его семье, его обществу. Хотя бы ему самому. То, что принесет пользу ему самому. Даже если он не приносит никакой пользы своему обществу. Если же в этом есть какая-то необходимость, то сидящий на краю дороги должен вести себя так, как завещал посланник Аллаха, салли Аллаху, алейху салам. И пророк, да благословит его Аллаху и приветствует, сказал, ни в коем случае не сидите на дорогах. И люди сказали, о посланник Аллаха, но мы не можем не делать этого, ведь только там мы можем собраться и побеседовать друг с другом, и обсудить какие-то проблемы. И тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллаху и приветствует, сказал, если уж вам непременно необходимо собираться там, то, по крайней мере, воздавайте должные дороги или отдавайте права дороги, то, что мы говорили на прошлой проповеди. И люди спросили, о посланник Аллаха, а что значит права дороги или воздавать должные дороги. И он сказал, это значит потуплять взоры, то есть не рассматривать каждого проходящего, никому не причинять вреда, отвечать на приветствие, побуждать от отборяемого и удерживать от порицаемого. Это права дороги. Если уж вы где-то собрались возле дороги, то вот правило, которым вы должны следовать, это потуплять свои взоры, чтобы проходящий не смущался и вы не смутили кого-либо, будь то мужчина или женщина, потуплять свои взоры, если, конечно же, вам не нужно с этим человеком поговорить, поздороваться и так далее, никому не причинять вреда, будь то словом или делом, и так далее, отвечать на приветствие, если проходящий, знакомый или незнакомый, с вами поздоровался, вы обязаны отвечать на приветствие, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого. Если вы видите на дороге что-то порицаемое, то вы обязаны это остановить или же призывать к одобряемому. И мы видим, как некоторые люди превращают дороги, рынки, переулки в места собрания, ставят там стулья, скамейки и так далее, но если вы так поступаете, то соответственно, относитесь должным образом к тому, что сказал пророк, и воздавайте должные дороги. У человека, который вышел на дорогу, огромная ответственность по отношению к остальным, будь то на машине или же вы пешком, если вы идете на дороге, по дороге, то вы, соответственно, на вас есть ответственность по отношению к остальным. Благовоспитанность, опускание взора, удерживание своего языка от руганий, от проклятия, от насмешек и так далее, не произносить слова, вызывающие отвращение у любого нормального человека. Мы видим, когда люди просто идут, беседуют, идут по парку, идут просто по тротуару и выражаясь нецензурно, им без разницы, рядом женщины, мужчины, дети, неужели так воспитывали нас? Неужели мы в таком, вы в этом выросли? Если вы выросли в этом, то не распространяйте это на остальных. Если вы не хозяин своего языка, то идите домой и дома распространяйте это в себя. Но не выходите в общество и не позволяйте себе таких вещей на улицах. Поистине это грех, поистине ангелы покидают человека, который выражается нецензурно. Мы же видим, как люди просто молодые, немолодые, просто идут, проходят и начинают выражаться нецензурно. Так не должно быть, дорогие братья и сестры, так не должно быть, верующие люди так не поступают. На вас огромная ответственность, огромная ответственность, когда вы выходите на улицу. Будьте хозяином своего языка, ведите себя правильно, будьте благоразумными, воспитанными людьми, верующими. И пророк, саллиллаху алейху салам, именно это завещал, когда говорил о дороге. И Аллах, саллиллаху алейху, в Куране говорит, вы перекрываете дороги и совершаете предосудительные на своих сборищах. Это говорилось о прежних поколениях, когда они так поступали. В конце я хочу еще раз напомнить, дорогие братья и сестры, каждый из нас, каждый из нас является частичкой этого общества, и это наш город, это наше село. И как вы себя поведете, постепенно общество именно меняется в ту сторону, как поступает основная масса людей. Поэтому начинайте менять себя. Начинайте меняться себя. Сперва поменяйтесь вы, потом ваша семья, потом ваше общество. И давайте меняться в лучшую сторону и ответственно относиться и к дорогам, и к нашему обществу. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва ракатуха.